Добрый день дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Спрашивают ребята, что происходит с Украиной. Ну, никто не спрашивает вообще, что происходит с Украиной, там все предельно понятно и очень хорошо. Но имеется ввиду, почему слишком много стало отказов в туристических визах и практически все, кто подавался на туристическую визу, в принципе я знаю исключения, но очень большое количество людей получают отказы, хотя, допустим, граждане России или Казахстана поддающиеся зачастую получают очень на хороших условиях визы. Я хочу вам рассказать всю предысторию. Вот Денис Ливко и Даша Систельникова, они не дадут соврать, был такой случай, когда были отказы, мы разбирались через украинскую общину, тогда еще Юрий Сивак был жив, и мы нашли причину, у нас было официальное письмо от департамента иммиграции, где было сказано, что ввиду большого иммиграционного жульничества будут люди пускаться сюда, ну, практически по запретительной такой сетке. Я не знаю, надо что было показывать тогда, но человек 12 получили отказы, и в течение двух лет виз практически не было. После этого было все нормально, и в какой-то определенный момент у нас тоже было много отказов. Я думаю, все началось с Сиднейской Олимпиады 2000 года, когда сюда и якобы приехали какие-то спортсмены, более 200 человек, и они подались тогда на беженство, практически большая часть из них, естественно, получили отказ, потому что все эти люди были жуликами, ну, по тем или иным причинам они подавались на это, но да, они жульничали, они врали, и они это признавали. Вот, но как они говорили, каждый боролся за себя. В итоге они боролись, конечно, за себя, но пострадала от этого Украина, и пострадала от этого вот вся наша масса людей, которые честные и порядочные сюда едут по студенческим визам, по туристическим визам, и это вполне хорошие люди, но страдают они вот из-за этих людей. Что касается совершенно недавних событий, это, наверное, месяц-два, как произошло, были люди в Украине, которые делали туристические визы, и я удивлялся, изумлялся тому, что их клиенты получали визы без интервью, спокойно все получали визы, но платили они от 5 до 8, 8,5 тысяч американских долларов за вот эту вот услугу. Я, честно говоря, особо не задавался вопросом жульничества, да, люди получают визу, ну и хорошо, что получают визу. Уже те люди, которые приезжали сюда, могли переподаваться на визы студенческие, получают профессиональную эмиграцию и быть счастливы. Но то, что они заплатят, ну, что ж, немножко, оказалось, что не немножко. Оказалось, что людям приписывали несуществующих каких-то братьев, сестер, жен, матерей, детей, абсолютно несуществующие места работы. И здесь я начал уже свой, как бы, свое маленькое расследование. Во-первых, визы давались абсолютно бездумно по визовым центрам в Москве, в Лондоне, в Нью-Дели немножко, в Берлине немножко и в Сербии, в Белграде. Вот в Сербии как раз их и вывели в итоге на чистую воду. Или была дана какая-то отмашка сверху. Потому что, наверное, можно найти жулика в Украине. Наверное, можно найти жулика или двух в каком-нибудь визовом центре. Хотя сложно работать. Они ведь работают с Айзио, они работают со спецслужбами. Там особой свободы такой жульничатой быть не может. Но когда это делалось без проблем, с любым фактически, со всеми пятью визовыми центрами, значит, корень зла находился нигде, как в Канберри, то есть в Австралии. То есть это работала система. Я видел людей, которые их тут принимали. И для этих людей была уготована жизнь белого раба. То есть человеку делались документы, которые невозможно было переделать. То есть если ты уже изначально подписался, что у тебя есть фальшивый родитель или сестра, то ты потом никак не можешь это переиграть. А когда человек подается на вид на жительство, все предыдущие документы, все проверяются. Если будет найдено какое-то жульничество, соответственно, человек не просто не получает вида на жительство, он даже лишится гражданства, если об этом узнают потом. Это акт о гражданстве от 2000-2012 года и так далее со всеми изменениями. То есть система состояла из тех людей, которые давали зеленый свет и находили жуликов, которые будут брать деньги. Эти деньги будут делиться между всеми. Затем эти люди приезжают сюда, а у них выход только один. Они должны поддаться на беженство. Потому что если они поддаются на обучение и профессиональную миграцию, в итоге это оканчивается ничем. то, что в конце концов исправить эту ситуацию будет крайне сложно в будущем. Сами люди этого сделать не смогут, а помощников у них не будет, потому что когда они поддались на беженство, фактически они отсекли себе любую дорогу назад. Только быть рабом до того, как они проиграют свой кейс, потом его в трибунале, может быть у министра, может быть до этого не дойдет. И через один, два, три года белый раб пойдет домой. В принципе, мне знакомы люди, которые здесь использовали такое белое рабство, все эти теневые, и на самом деле миграционные агенты. Это огромная мафия, с которой, в принципе, бесполезно бодаться. Вопрос в том, куда смотрит правительство. Но, опять-таки, об этом мы поговорим позже. Этот вопрос мне сегодня задал один из моих постоянных зрителей, Алекс Вайт, и на его вопрос я отвечу в следующем ролике. Но, вот это и есть причина, почему люди получали визы, почему люди перестали получать, и почему сейчас совершенно безвидные, абсолютно никак не связанные с этим жильем украинцы получают так много отказов. Потому что есть коллективная ответственность, потому что, дорогие друзья, в вашей среде, и в Австралии, и в Украине очень много людей, которые готовы подлечить, готовы идти на сделку с совестью, и сделкой с жильем, лишь бы через головы других перелезть. Но, в итоге, вы перелезаете не в Австралию, вы перелезаете из одной помойной ямы в другую, и опять вас выбрасывают, выкачав из вас максимум сил и денег, выбрасывают обратно в то место, откуда вы приехали, с пятном на вас на лет так эдак 10, что вы сюда не сможете въехать никак. Вот. Какой выход из этого положения? Ну, первый, я думаю, что у кого в действительности очень хорошие документы, кто может показать справки из налоговой, из пенсионного фонда, люди, которые имеют хорошую визовую историю, я думаю, что их не коснется это на таких единицах. Что касается остальных, ребят, ну, мой вам совет, ну, может, попробуйтесь, получите отказ, то переждать годик, может быть, полтора, вот, и опять уже подаваться, когда вот это вот вся дрянь, здесь мусор уляжется, вся эта муть, и опять станет поток иммиграционный достаточно чистый. Я думаю, он будет более быстрый и более мелкий, то есть гораздо меньше людей будут получать визы, в том числе и туристические, но ситуация обстоит, к сожалению, именно так. Вот, поэтому, как я вам говорил, друзья, попытайтесь все-таки быть честными людьми, попытайтесь не творить зла другим людям, потому что по нам всем судят о нашей общине, о людях русских, об украинцах, и постарайтесь, чтобы не вы на себе пятна эти не носили, не пятнали свое общество, свой народ, свою страну. Большое спасибо. Спасибо.